Всем добрый день! Это питомник Росполины Козловой. Давно я не показывала наш водоем. Вот так он выглядит в нашу жару. Ничего у нас не испаряется, все прекрасно у нас растет. И в воде трава тоже растет. И начали мы потихоньку высаживать вокруг ивы. Долго я этому сопротивлялась, но в конце концов, все-таки они меня перебороли, ивы. Нужно укреплять берега и защищаться от бакланов, потому что вокруг у нас куча всяких маленьких водоемов, озер, на которых эти заразы живут. Они к нам прилетали, долбили нашу рыбу. Повесили мы вот такую вот штуку, я уже про нее рассказывала. Тоже помогает, кстати, если кому нужно. Называется что-то сокол искусственный или что-то такое. То есть я их в садах персиковых такое вот видела. Вот действительно, что видно, что летают над нами бакланы, кружатся, но уже не падают в воду, не таскают наших карпов. Ива достаточно быстро развивается. Ну и вообще, по моему мнению, это одно из самых таких волшебных, я даже сказала, сакральных деревьев. То есть если те, кто хотят со своего участка убрать воду, нужно сажать иву. Потому что ива в течение суток выкачивает из земли литров 600 воды. И те, кто хотят на свой участок призвать воду, нужно сажать иву. Когда-то очень давно я прошла такое, что если посадить 7 деревьев ив в форме круга, то через 7 лет там будет колодец. Я проверяла, это действительно так. Через 7 лет начинает мокреть земля, потихоньку начинаешь чистить это место и получается действительно такая, ну в нашем случае это была запруда небольшая. То есть вода шла из земли, и родники поднялись наверх, вода шла чистая. Ива развивались очень хорошо, то есть там сразу был и тенек. Так что ива, говорю, волшебное-волшебное дерево. Теперь я его сажаю везде, то есть я вообще по иве фанатею, я собираю разные сорта. Черенкую, высаживаю, я хочу здесь в питомнике на втором участке, чтобы было много разных ив, они и тень дадут, и влагу как бы из земли подтянут, чтобы розам было чем нижним, самым глубоким корням питаться. Так что вот так. Рыбки наши живут, слоники наши. Плавают. Цветных карпов, так обычные карпы в свою компанию не принимают, они так и гуляются в разных компаниях. Даже кормим их в разных местах. И обычный карп растет быстрее. Карп хои, конечно, он очень такой тендитный. Тоненький, узенький. По сравнению с такими лошадьми, которые вот у нас, эти карпы, сейчас их не видно, сейчас они на дне, они ближе к обеду поднимаются. Также мы известкуем свое озеро. Хотя бы, в идеале, надо сделать это раз в неделю, и известкушенку. В зависимости от площади поверхности, надо где-то набрасывать. Вот на своем мы делаем где-то 6-7 килограмм. Сразу идет, видно, вот прямо сейчас на воде видно, зеленые вот такие, как кучки плавают. Это отмирают водоросли на дне, то есть очищается дно. Нет такого сильного заболачивания воды. Ну и, собственно, нам вот эту елку, которая такая красивая и зеленая, и служит таким поверхностным ковром. А внизу, там вот прям слой чистой воды, и, собственно, карпы хои у нас именно вот почему-то полюбили ее. Там несколько кувшинок, немфей оставили мы, так я их перенесла в другое место. И вот они именно там, если обычный карп по обычной воде плавает, то есть им есть, зеленка нету, они как-то спокойно, то те именно хотят тенечек. И время от времени мы эту елочку водяную, конечно, купируем, потому что она очень агрессивная. Она прям захватывает воду очень сильно. Красиво смотрится, но, собственно говоря, если бы нам не нужно было поливать, потому что это водоем у нас именно сделанный для полива. Сюда стекает вся вода по дренажам со всего участка. Здесь она, собственно, здесь плочва глинистая, она очищается, и потом через фильтра опять уходит на моторы. То есть на полив. Вот так. Ну вот так вот это все смотрится. Понятно, что это все облагораживать надо, еще надо куча времени, средств. То есть это еще ни одного дня эта работа. Но главное, что есть вода, слава богу. Ну вот как-то так. Будут вопросы, спрашивайте, будет время, обязательно отвечу. Ну а теперь всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok